Решение о дополнительной мере социальной поддержки всем сочинцам, имеющим отношение к Великой Отечественной, было принято главой Сочи еще в конце прошлого года. По всему Большому Сочи единовременную выплату получат 6 тысяч горожан. В центральном районе города таких оказалось порядка 2 тысяч человек. Здесь сумма выплаты составит 4,5 миллиона рублей. Участники инвалиды войны получат по 5 тысяч рублей. Малолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда по 3 тысячи. Трушеникам тыла и вдовам единовременно выплатят по 1 тысяче рублей. У нас ежедневно проводятся приемы ветеранов. Они приходят и в приемные, и не в приемные дни, никому не отказываются. Всех принимаем. Мало того, выезжаем на дом для оформления документов. И уже часть из них, большая часть, фактически получила эти выплаты. Рады, благодарны, благодарят главу города, благодарят городское собрание за такое решение. 70-летие победы в Великой Отечественной войне не просто юбилейная, но и знаковая дата для всей страны. И такое решение, отмечает руководство города, можно считать вкладом Сочи в общее дело празднования победы. Помимо всего прочего, в городе госпитали ежедневно проводятся мероприятия и акции памяти, посвященные 9 мая, чтобы каждый ветеран был удостоен внимания и заботы. Спасибо большое. Внимание. Я очень тронут. Честное слово. Прямо от души спасибо большое. Внимание какое. Нас посылали, возили в Олимпийский парк. Там осенний день мы прожили 5 дней. Какая красота, какое внимание. Понимаете, не так дорого эти тысячи рублей, как внимание. Внимание самое дорогое для людей пожилых. Помимо выплат, в городе созданы так называемые паспорта потребностей. Власти узнали у каждого ветерана, что необходимо. Ремонт, лекарства, бытовая техника. Все это появится у героев ко дню победы. В этом же году торжества, приуроченные к юбилейной дате, стартуют раньше, чем обычно. 6 мая. Продлятся праздничные мероприятия до 10 числа. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.